Иов, глава 15. Твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего бы не было у нас? И седовласа и старец есть между нами, днями превышающие отца твоего. Разве малость для тебя утешения Божие? И это неизвестно тебе, к чему порывает тебя сердце твое и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот, он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня. Я расскажу тебе, что видел. Что слышали мудрые, не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучает себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит перед собой меч. Он скитается за куском хлеба повсюду. Знает, что уже готов в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве. За то, что он простирал против Бога руку свою и протеялся вседержителю. Устремлялся против него с гордой увыею, под толстыми щитами своими, потому что он закрыл лицо свое жиром своими и обложил туком ледвеи свои. И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его. Не уйдет от тьмы, отрасль его и сушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудши, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет свет свой. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатрым с доимством. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Иов, глава 16. И отвечал Иов и сказал, Слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам, и что побудило тебе так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами, и кивал бы на вас головой моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не уталяется скорбь моя, Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня, Ты разрушил всю семью мою, Ты покрыл меня морщинами, Восвидетельство против меня, Восстает на меня изможденность моя, В лицо укоряет меня, Гнев его терзает и враждует против меня, Скрижещет на меня зубами своими, Неприятель мой острит на меня глаза свои, Раззинули на меня пасть свою, Ругаясь, бьют меня по щекам, Все сговорились против меня, Придал меня Бог беззаконнику, И в руки нечестивых бросил меня, Я был спокоен, Но он потряс меня, Взял меня за шею, Избил меня и поставил меня целью для себя, Окружили меня стрельцы его, Он растекает внутренности мои и не щадит, Пролил на землю желчь мою, Пробивает во мне пролом за проломом, Бежит на меня, как ротоборец, В ретище сшил я на кожу мою И в прах положил голову мою, Лицо мое побагровело от плача И на веждах моих тень смерти, При всем том, что нет хищения в руках моих, И молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, И да не будет места в воплю моему, И ныне вот на небесах свидетель мой И заступник мой вышних, Многоречивые друзья мои, К Богу слезит око мое, О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, Как сын человеческий с ближним своим, Ибо ли там моим приходит конец, И я отхожу в путь невозвратный. Ио, глава семнадцатая Дыхание мое ослабело, Дни мои угасают, Гробы предо мною. Если бы не насмешки их, То и среди споров их Око мое пребывало бы спокойно. Заступись, Поручись сам за меня пред собою, Иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, И потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добыче, У детей того глаза истают. Он поставил мне притчей для народа И посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, И все члены моих, как тень. Изумят совсем праведные и невинные Вознегодуют на лицемера. Но праведник будет крепко держаться Пути своего, и чистой руками Будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы, и подойдите. Не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, Думы мои и достояния Сердца моего разбиты. А они ночь хотят превратить в день, Свет приблизить к лесу тьмы. Если бы я и ожидать стал, То преисподний дом мой, Во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, Червю, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя И ожидаемая мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она И будет покоиться со мною в прахе. Иова, глава 18. И отвечал Вилдац Хофьянин и сказал, Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считать нам за животных И быть униженными в собственных глазах ваших? О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, Неужели для тебя опустить земле И скале сдвинуться с места своего? Да, свету беззаконно потухнет, И не останется искра от огня его. Померкнет свет в шатре его, И светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, И низложит его собственный замысл его, Ибо он попадет в сеть своими ногами И по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, И грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него И западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы, И заставят его бросаться туда и сюда, И стащится от голода сила его, И гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, Съест члены его первенец смерти. Изгнано будет из шатра его надежда его, И это низведет его к царю ужасов. Поселится в шатре его, Потому что он уже не его, Жилище его посыпано будет серою. Снизу подсохнут корни его, И сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, И имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, И сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, И никого не останется в жилищах его. А одни его ужаснутся потомки, И современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, И таково место того, Кто не знает Бога. Иов, глава 19 И отвечал Иов и сказал, Да коли будете мучить душу мою И терзать меня речами, Вот уже раз десять вы срамили меня И не стыдите стеснить меня. Если я и действительно погрешил, То погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мной И упрекнуть меня позором моим, То знайте, что Бог не спроверг меня И обложил меня своею сетью. Вот я кричу обида, И никто не слушает. Вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, И не могу пройти. И на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою И снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу. И как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим И считает меня между врагами своими. Полки его прошли вместе И направили путь свой ко мне И расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, И знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои И знакомые мои забыли меня. Пришли в доме моем И служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего И он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое Опротивило жене моей. Я должен умолять ее Ради детей чрева моего. Даже малые дети Презирают меня. Поднимаюсь И они издеваются надо мною. Гнушают со мною Все наперстники мои И те, которых я любил Обратились против меня. Кости мои Прилипли к коже моей И плоти моей Я остался только с кожей Около зубов моих. Помилуйте меня Помилуйте меня Вы, друзья мои Ибо рука Божия Коснулась меня. Зачем и вы Преследуете меня Как Бог И плотью мою Не можете насытиться. О, если бы записаны Были слова мои Если бы начертаны были Они в книге Ресом, железным, соловом На вечное время На камни вырезаны были А я знаю Искупитель мой жив И он в последний день Восставит из праха Распадающуюся кожу мою сию И я во плоти моей Узрю Бога Я узрю его сам Мои глаза Не глаза другого Увидят его Истоевает сердце мое В груди моей Вам надлежало бы сказать Зачем мы преследуем его Как будто корень зла Найден во мне Убойтесь меча Ибо меч есть Отмститель неправды И знайте Что есть суд Иов Глава двадцатая И отвечал Сафар На митянин И сказал Размышления мои Побуждают меня отвечать И я поспешаю выразить их Упрек позорный Для меня Выслушал я И дух разумения моего Ответит за меня Разве не знаешь ты Что от века С того времени Как поставлен человек На земле Весели беззаконных Кратковременно И радость Лицемера мгновенно Хотя бы возросло До небес величие его И голова его касалась Облаков Как помет его Навеки пропадает он Видевшие его Скажут Где он Как сон улетит И не найдут его И как ночное видение И исчезнет Глаз Видевший его Больше не увидит Его И уже не усмотрит Его Место его Сыновья его Будут заискивать У нищих И руки его Возвратят Похищенные им Кости его Наполнены Грехами Юности его И с ним Лягут они В прах Если сладко Во рту Его зло И он Таит его Под языком Своим Бережет И не бросает Его А держит Его В устах Своих То эта Пища Его В утробе Его Превратится В желч Аспидов Внутри Его Имение Которое Он глотал Изблюет Бог Исторгнет Его Из шрева Его Змеиный Яд Он сосет Умертвет Его язык Ехидны Не видать Ему Ручьев Рег Текущих Медом Нажитая Трудом Возвратит Не проглотит По мере Имения Его Будет И расплата Его И он Не порадуется Ибо он Угнетал И отсылал Бедных Захватывал Домы Которых Не строил Не знал Сытости В ощреве Своем И в жадности Своей Не щадил Ничего Ничего Не спаслось От обжорства Его Зато И не устоит Счастье Его В полноте Изобилия Будет Тесно Ему Всякая Рука Когда будет Чем наполнить Утробы Его Он Пошлет На него Ярость Гнева Своего И одождит На него Болезни В плоти Его Убежит Ли он От оружия Железного Пронзит Его Лук Медный Станет Вынимать Стрелу И она Выйдет Из тела Выйдет Сверкая Сквозь Желочь Его Ужас И смерти Найдут На него Все Мрачное Сокрыто Внутри Его Будет Пожирать Его Огонь Никем Нераздуваем Зло Постигнет И оставшееся В шатрах Его Небо Откроет Беззаконие Его И земля Восстанет Против Него Исчезнет Стижание Дома Его Все Расплывется В день Гнева Его Вот Удел Человеку Беззаконному От Бога И Наследие Определенное Ему Вседержителем Иов Глава 21 И Отвечал Иов И сказал Выслушайте Внимательно Речь Мою Это Будет Мне Утешением От Вас Потерпите Меня И Я Буду Говорить А После Того Как Поговорю Насмехайся Разве К Человеку Речь Моя Как Мне И Не Молодушествовать Посмотрите На Меня И Ужаснитесь И Положите Перст На Уста Лишь Только Я Вспомню Содрогаюсь И Трепет Объемлет Тело Мое Почему Беззаконные Живут Достигают Старости Да И Силами Крепки Дети Их С Ними Перед Лицом Их И Внуки Их Перед Глазами Их Домы Их Безопасны От Страха И Нет Жезла Божия На них Вол Их Оплодотворяет И Не Извергает Корова Их Зачинает И Не Выкидывает Как Стадо Выпускает Они Малюток Своих И Дети Их Прыгают Восклицают Под Голос Тимпаны И Цитры И Веселятся При Звуках Свирели Проводят Дни Свои Счастье И Мгновенно Нисходят В Преисподнюю А Между Тем Они Говорят Богу Отойди От Нас Не Хотим Мы Знать Путей Твоих Что Вседержитель Чтобы Нам Служить Ему И Что Пользы Прибегать К Нему Видишь Счастье Их Не От Их Рук Совет Нечестивых Будь Далек От Меня Часто Ле Угасает Светильнику Беззаконных И Находит На Них Беда И Он Дает Им В Удел Страдания Во Гневе Своем Они Должны Быть Как Соломинка Перед Ветром И Как Плева Уносимая Вихрем Скажешь Бог Бережет Для детей Его Несчастье Его Пусть Воздаст Он Ему Самому Чтобы Он Это Знал Пусть Его Глаза Увидят Несчастье Его И Пусть Он Сам Пьет От Гнева Вседержителя Ибо Какая Ему Забота До Дома Своего После Него Когда Число Месяцев Его Кончится На Бога Ле Учить Мудрости Когда Он Судит И Горних Один Умирает В самой Полноте Сил Своих Совершенно Спокойный И Мирный Внутренности Его Полны Жира И Кость Его Напоены Мозгом А Другой Умирая С душой Огорченной Не Вкусив Добра И Они Вместе Будут Лежать Во Прахе И Червь Покроет Их Зная Я Ваши Мысли И Ухищрения Какие Вы Против Меня Сплетаете Вы Скажете Где Дом Князя И Где Шатер В котором Жил Беззаконно Разве Вы Не Спрашив У Путешественников И Незнакомы С Кто Представит Ему Пред Глаза Или Пред Лицо Путь Его И Кто Воздаст Ему За То Что Он Делал Его Провожает К Грабам И На Его Могиле Ставят Стражу Сладкие Для Него Глыбы Долины И За Ним Идет Толпа Людей А Идущим Перед Ним Нет Числа Как Вы Хотите Утешать Меня Пустым В Ваших Ответах Остается Одна Ложь Иов Глава 22 Я Отвечал Елефас Фемонетянин И Сказал Разве Может Человек Доставлять Пользу Богу Разумный Доставляет Пользу Себе Самому Что За Удовольствие Вседержителю Что Ты Праведен И Будет Ли Ему Выгода От Того Что Ты Содержишь Пути Твои В Непорочности Не Ужели Он Боясь Тебя Вступит С тобой В Состязание Пойдет Судиться С тобою Верно Злоба Твоя Велика И Беззаконием Твоим Нет Конца Верно Ты Брал Залоги От Братьев Твоих Ни за Что Из Полуногих Снимал Одежду Утомленному Жаждане Подавал Воды На Пицце И Голодному Отказывал В хлебе А Человеку Сильному Ты Давал Землю И Сыновитый Селился На Ней Вдов Ты Отсылал Ни С чем И Сирот Оставлял С Пустыми Руками Зато Вокруг Тебя Петли И Возмутил Тебя Неожиданный Ужас Или Тьма Которой Ты Ничего Не Видишь И Множество Под Покрыл Вот Покрыло Тебя Не Превыше Ли Небес Бог Посмотри Вверх На Звезды Как Они Высоко И Ты Говоришь Что Знает Бог Может Ли Он Судить Сквозь Мрак Облака Завеса Его Так Что Он Не Видит А Ходит Только По Небесному Кругу Не Ужели Ты Держишься Пути Древних По Которому Шли Люди Беззаконные Которые Преждевременно Были Истреблены Когда Вода Разлилась Под Основание Их Они Говорили Богу Отойди От Нас И Что Сделает Им Сидержитель А Он Наполнял Домы Их Добром Но Совет Несчестивых Будь Далек От Меня Видели Праведники И Радовались И Непорочный Смеялся Им Враг Наш Истреблен А Оставшийся После Него Пожал Огонь Сблизь С Ним И Будешь Спокоен Через Это Придет К Тебе Добро Прими Из Его Закон И Положи Слова Его В Сердце Твое Если Ты Обратишься К Вседержителю То Вновь Устроишься Удалишь Беззаконие От Шатра Твоего И Будешь Вменять В прах Блестящий Метал И В камни Потоков Золото Афирское И Будет Сидержитель Твоим Золотом И Блестящим Серебром У Тебя И Тогда Будешь Радоваться Вседержителю И Поднимешь Богу Лицо Твое Помолишься Ему И Он Услышит Тебя И Ты И И И И Положишь Намерение И Оно Состоится У Тебя И Над Путями Твоими Будет Сиять Свет Когда Кто Уничижен Будет Ты Скажешь Возвышение И Он Спасет Поникшего Лицом Избавит И Небезвинного И Он Спасет Со С Чистотой Рук Твоих И И Отвечал И И И Сказал Еще И Ныне Горька Речь Моя Страдания Мои Тяжелее Стонов Моих О Если Б Я Знал Где Найти Его И Мог Подойти К Престолу Его Я Изложил Б Пред Ним Дело Мое И Устам И Наполнил Оправданиями Узнал Б Слова Какими Он Ответит Мне И Понял Б Что Он Скажет Мне Неужели Он В Полном Могущести Стал Бы Состязаться Со Мною О Нет Пусть Он Только Обратил Б Внимание На Меня Тогда Праведник Мог Бы Состязаться С Пусть Пусть Испытает Меня Выйду Как Золото Нога Моя Твердо Держится Стязи Его Пути Его Я Хранил И Не Уклонялся От Заповеди Уз Его Не Отступал Глагол Уз Его Хранил Больше Нежели Мои Правила Но Он Тверд И Кто Отклонит Его Он Делает Чего Хочет Душа Его Так Он Выполнит Положенное Мне И Подобного Этому Много У Него Поэтому Я Трепещу Перед Лицом Его Размышляю И Страшусь Его Бог Расслабил Сердце Мое И Вседержитель Устрашил Меня Зачем Я Не Уничтожен Прежде Этой Тьмы И Он Не Сокрыл Мрака От Лица Моего Иов Глава 24 Почему Не Сокрыться От Вседержителя Времена И Знающие Его Не Видят Дней Его Межи Передвигают Угоняют Стада И Пасут У себя Усирот Уводят Осла У Вдовы Берут Залог Вала Бедных Сталкивают С Дороги Все Уничиженные Земли Принужденно Скрываться Вот Они Как Дикие Ослы В Пустыне Выходят На Дело Свое Вставая Рано На Добычу Степь Дает Хлеб Для Них И Для Детей Жнут Они На Поле Не Своем И Собирает Виноград Уничестився Ноги Ночуют Без Крова И Без Одеяния На Стуже Мокнут От Горных Дождей И Не И Убежища Жмутся К Скале От Торгает От Отцов Сироту И С Нищего Берут Залог Заставляет Ходить Ногими Без Одеяния И Голодных Кормят Колоссиями Между Стенами Выжимает Масло Оливковое Топчет Вточил И Жаждут В Городе Люди Стонут И Душа Душу Убиваем Его Пьет И Бог Не Воспрещает Того Если Из Них Враги Света Есть Не Знают Путей Его И Не Ходят По Стизям Его С Рассветом Встает Убийца Умерщляет Бедного И Нищего А Ночью Бывает Говоря Ничей Глаз Не Увидит Меня И Закрывает Лицо В темноте Подкапываются Под домы Которые Днем Они Заметили Для Себя Не Знают Света И Для Них Утро Смертная Тень Так Как Они Знакомы С Ужасами Смертной Тени Легок Такой На Поверхности Воды Проклято Счастье Он На Земле И Не Смотрит Он На Дорогу Нежную Воду Так Преисподние Грешников Пусть Забудет Его Утроба Матери Пусть Лакомится Им Червь Пусть Не Останется С ним О нем Память Как Дерево Пусть Сломится Беззаконник Который Угнетает Бездетную Нерождавшую И Вдове Не Делает Добра Он Из Сильных Увлекает Своей Силой Он Встает И Никто Не Уверен За жизнь Свою А Он Дает Ему Все Для Безопасности И Он На То Опирается И Очи Его Видят Пути Их Поднялись Высоко И Вот Нет Их Падают И Умирают Как И Все И Как Верхушки Колосья Встрезаются Если Это Не Так Кто Обличит Меня Во Лжи И В Ничто Обратит Речь Мою И Глава 25 И Отвечал Вилдад Савхиянин И Сказал Держава И Страх У Него Он Творит Мир На Высотах Своих Если Счет Воинством Его И Над Кем Не Восходит Свет Его И Как Человеку Быть Правым Перед Богом И Как Быть Чистым Рожденному Женщиной Вот Даже Луна И Та Несветлая И Звезды Нечисты Перед Очами Его Тем Менее Человек Который Есть Червь И Сын Человеческий Который Есть Моль Иов Глава 26 И Отвечал Иов И Сказал Как Ты Помог Бессильному Поддержал Мышцу Немощного Какой Совет Подал Ты Немудрому И Как Во Всей Полноте Объяснил Дело Кому Ты Говорил Эти Слова И Чей Дух Исходил Из Тебя Рифаимы Трепещут Под водами И живущие В них Преисподняя Обнажена Перед ним И нет Покрывала Ваддону Он Распростер Север Над пустотою Повесил Землю Ни на чем Он Заключает Воды В облаках Своих И Облако Не расседается Под ними Он Поставил Престол Свой Распростер Над ним Облако Своё Черту Провел Он Над поверхностью Воды До Границ Света Со тьмою Столбы Небес Дрожат И ужасаются От грозы Его Силою Своей Волнует Море И разумом Своим Сражает Его Дерзость От духа Его Великолепие Неба Рука Его Образовала Быстрого Скорпиона Вот это Часть Путей Его И как Мало Мы Слышали О нем Огром Могущества Его Кто Может Уразуметь И Глава 27 И Продолжал Иов Возвышенную Речь Свою И Сказал Жив Бог Лишивший Меня Суда И Вседержитель Огорчивший Душу Мою Что Доколе Еще Дыхание Мое Во Мне И Дух Божий В Настрях Моих Не Скажут Уста Мои Неправды Язык Мой Не Произнес Лжи Далек Я От Того Что Признать Вас Справедливыми Доколе Не Умру Не Уступлю Непорочности Моей Крепко Держал Я Правду Мою И Не Опущу Ее Не Укорит Меня Сердце Мое Во Все Дни Мои Враг Мой Будет Как Нечестивец И Восстающий На Меня Как Беззаконник И Бо Какая Надежда Лицемеру Когда Возьмет Когда Исторгнет Бог Душу Его Услышит Ли Бог Вопль Его Когда Придет На Него Беда Будет Ли Он Утешаться Вседержителем И Призывать Бога Во Всякое Время Возвещу Вам Что В руке Божией Что У Вседержителя Не Скрою Вот Все Вы Сами Видели И Для Чего Вы Столько Пустословите Вот Доля Человеку Беззаконному От Бога И Наследие Какое Получает От Вседержителя Притеснители Если Умножается Сыновья Его То Под Меч И Потомки Его Не Насытятся Хлебом Оставшихся По Нем Смерть Не Изведет Во Гроб И Вдовы Его Не Будут Плакать Если Он Изберет Наберет Куча Серебра Как Праха И Наготовит Одежь Как Брение То Он Наготовит А Одеваться Будет Праведник И Серебро Получит Себе На Долю Беспорочный Он Строит Как Моль Дом Свой И Как Сторож Делает Себе Шалаш Ложится Спать Богачом И Таким Не Встанет Открывает Глаза Свои И Он Уже Не Тот Как Воды Постигнут Его Ужасы В Ночи Похитит Его Буря Поднимет Его Восточный Ветер И Понесет И Он Быстро Побежит От Него Устремится На Него И Не Пощадит Как Бо Он Не Силился Убежать От Руки Его Всплеснут О Нем Руками И Посвищут Над Ним С Места Его И Глава 28 Так У Серебра Есть Источные Жилы И У Золото Место Где Его Плавят Железо Получается Из Земли Из Камня Вы Плавляется Медь Человек Полагает Предел Тьме И Вырывает Трудокопный Колодец В местах Забытых Ногою Спускается Вглубь Висят И Зыблются Вдали От Людей Земля На Которой Вырастает Хлеб Внутри Изрыта Как Бы Огнем Камни Ее Место Сапфиры И В ней Песчинки Золото Стези Туда Не Знает Хищная Птица И Не Видал Ее Глаз Коршуну Не Попирали Ее Скины И Не Ходил По Ней Шакал На Гранит Налагает Он Руку Свою С Корнем Опрокидывает Горы В скалах Просекает Каналы И Все Драгоценное Видит Глаз Его Останавливает Течение Потоков И Сокровенное Выносит На Свет Но Где Премудрость Обретается И Где Место Разума Не Знает Человек Цены Ее И Она Не Обретается На Во Мне Она И Море Говорит Не У Меня Не Дается Она За Золото И Не Приобретается Она За Вес Серебра Не Оценивается Она Золотом Афирским Ни Драгоценным Ониксом Ни Сапфиром Не Равняется С Не Золото И Кристал И Не Выменишь Ее На Сосуды Из Чистого Золота А О Кораллах И Жемчуге И Упоминать Не Оценивается Она Откуда Же И Сходит Премудрость И Где Место Разума Сокрыта Она От Очей Всего Живущего И От Птиц Небесных Утайона А Вадон И Смерть Говорят Ушами Нашими Слышали Мы Слух О Ней Бог Знает Путь Ее И Он Ведает Место Ее И Он Прозирает До Концов Земли И Видит Под Всем Небом Когда Он Ветру Полагал Вес И Располагал Воду По Мере Когда Он Значал Устав Дождю И Путь Для Молнии Громоносной Тогда Он Видел Ее И Явил Ее Приготовил Ее И Еще Испытал Ее И Сказал Человеку Вот Страх Господень Вот Истинная Премудрость И Удаление От Зла Разум И Глава 29 И Продолжал Ее Возвышенную Речь Свою И Сказал О Если Бо Я Знал Как В Прежние Месяцы Как В Те Дни Когда Бог Хранил Меня Когда Светильник Его Светил Над Головою Моей И Я При Свете Его Ходил Среди Тьмы Как Был Я В Одни Молодости Моей Когда Милость Божия Была Над Шатром Моим Когда Еще Вседержитель Был Со Мною И Дети Мои Вокруг Меня Когда Пути Мои Обливались Молоком И Скала Истощала Для Меня Ручьи И Лея Когда Я Выходил К Воротам Города И На Площади Ставил Седалище Свое Юноши Увидев Меня Прятались А Старцы Вставали И Стояли Князья Удерживались От Речи И Персты Полагали На Уста Свои Голос Знатных Умолкал И Язык Их Прилипал К Гортани Их Ухо Слышавшее Меня Ублажало Меня Око Видевшее Восхваляло Меня Потому Что Я Спасал Страдальца Вопиющего И Сироту Беспомощного Благословение Погибающего Приходило На Меня И Сердцу Вдовы Доставлял Я Радость Я Облекался В правду И Суд Мой Одевал Меня Как Мантия И Увясла Я Был Глазами Слепому И Ногами Хромому Отцом Был Я Для Нищих И Тяжбу Которую Я Не Знав Разбирал Внимательно Сокрушал Я Беззаконному Челюсть И Из Зубов Его Исторгал Похищенное И Говорил Я В Гнезде Моем Скончаюсь И Дни Мои Будут Многие Как Песок Коре Мой Открыт Для Воды И Роса Ночует На Ветвях Моих Слава Моя Не Стареет Лук Мой Крепок В Руке Моей Внимали Мне И Ожидали И Безмолвствовали При Совете Моем После Слов Моих Уже Не Рассуждали Речь Моя Капала На Них Ждали Меня Как Дождя И Как Дождю Позднему Реца Моего Они Не Помрачали Я Назначал Пути Им И Сидел Во Главе И Жил Как Царь В Кругу Воинов Как Утешитель Плащущих И Глава 30 А Ныне Смеются Надо Мно И Младшие Меня Литами Те Которых Отцов Я Не Согласился Б Поместить С Псами Стад Моих И Сила Рук Их К чему Мне Над Безводную Мрачную И Опуст Опуст Те Вшую Щиплют Зелень Подле Кустов И Ягоды Можжевельника Хлеб Их Из Общества Изгоняет Их Кричат На Них Как На Воров Чтобы Жили Они В Рытвенных Потоках В Ущельях Земли И Утес Ревут Межу Кустами Жмутся Под Терном Люди Отверженные Люди Без Имени От Требья Земли Их То Сделался Я Ныне Песню И Пищу Разговора Их Они Гнушаются Мною Удаляются От Меня И Не Удерживаются Плевать Перед Лицом Моим Так Как Он Развязал Повод Мой И Поразил Меня То Они Сбросили С Себя Узду Пред Лицом Моим Справа Бог Устает Это Ищадие Сбивает Меня С ног Направляет Гибельные Свои Пути Ко Мне А Мою Стезю Испортили Все Успели Сделать К моей Погибели Не Имея Помощника Они Пришли Ко Мне Как Сквозь Широкий Пролом Шум Бросились На Меня Ужасы Устремились На Меня Как Ветер Развеялось Величие Мое И Счастье Мое Унеслось Как Облако И Ныне Изливается Душа Моя Во Ноют Во мне Кости Мои И Жилы Мои Не Имеют Покоя С Великим Трудом Снимается С меня Одежда Моя Края Хитона Моего Жмут Меня Он Бросил Меня В грязь Я Стал Как Прах И Пепел Я Взываю К Тебе И Ты Не Внимаешь Мне Стою И Ты Только Смотришь На Меня Ты Сделался Жестоким Ко Мне Крепкой Рукой Враждуешь Против Меня Ты Поднял Меня И Заставил Меня Носиться По Ветру И Сокрушаешь Меня Так Я Знаю Что Ты Приведешь Меня К Смерти И В дом Собрания Всех Живущих Верно Он Не Прострет Руки Своей На Дом Костей Будут Ли Они Кричать При Своем Разрушении Не Плакал Ли О Том Кто Был В горе Не Скорбела Ли Душа Моя Бедных Когда Я Чаял Добра Пришло Зло Когда Ожидал Света Пришла Тьма Мои Внутренности Кипят И Не Перестают Встретили Меня Дни Печали Я Хожу Почернелый Но Не От Солнца Встаю В собрании И Кричу Я Стал Братом Шакалом И Другом Страусом Моя Кожа Почернела На Мне И Кости Мои Обгорели От Жары И Цитра Моя Зелась Унылою И Сверель Моя Голосом Плачевным